Всем привет, с вами я, Орбит Ти Ви, и это уже третья серия по игре Ставарис с модом Нью Горизонт. Выход новых серий будет таким. Во вторник каждую неделю новое видео, через одну неделю новое видео по новой игре, ну а после четвертая часть Ставарис. Начнем мы с того, что мод Нью Горизонт обновился в лучшую сторону. В прошлом видео у меня не работали традиции, теперь у Федерации полностью переработанные традиции, адаптации, секция 31. Кто не знает, в оригинальном сериале это шпионская секция, которая вскоре была заражена, вышла из строя и чуть не уничтожила всю жизнь во вселенной. Сериал Дискавери. Надеюсь, здесь это будет реализовано, будет интересно. Меркантилизм, ветка благополучия от торговли. Дипломатия. Для нас очень важная ветка, так же как и секция 31. Ветки открытия, сохранения и гармонии, взятые из оригинальной игры. Федерация. Ветка, поддерживающая взаимосвязь между членами Федерации. Ветка Силы Воли или Force of Will написано, что дает 250 звездных баз и их строительство на 10% во время защитных войн. Разнообразие. Включать в себя бонусы от разных раз. В январе 2169 года планируется провести конференцию на Бибель-1. После недавних конфликтов в Альфа и Петта-Клабирантов, Земля, Теверпрайм, Андория и Вулкан решаются собраться в звездной системе Вульф 424 на планете Бейт, чтобы определить дальнейший курс галактики в этом регионе космоса. Мы отправили нашего лучшего капитана Джонатана Арчера. В июне 2169 года на конференции Землю считают молодой расой. Меж тем, Вулкан, Андория и Тевариты колеблятся всю конференцию. Можно ли им доверять друг другу? Можно ли в такой ситуации построить мир? После долгих и интенсивных переговоров был достигнут прогресс и значительный прорыв в отношениях миров друг к другу. Может настало время объединиться? Конференция подходит к концу. Все члены собрания настроены оптимистично. Настало время заглянуть в будущее. После возвращения посла на Землю, правительство Объединенной Земли одобрило предложение о создании альянса. Государств единомышленников, альфа и бета-квадрантов. Каждое правительство должно принять свое решение. А через 10 дней состоится очередное собрание. Субтитры создавал DimaTorzok В январе 2170 года в течение нескольких недель Служба безопасности Объединенной Земли пытается отследить серию зумов воздействия. Есть одна зацепка. Все они нацелены на крупицы оставшейся информации о евгенийских войнах конца 20 века. Когда генетически измененные люди утвердили почти полное господство над землей. Также мы получили сигнал бедствия вблизи Epsilon Inti 2A. Мы отправили туда нашу боевую эскадру кораблей. В апреле 2170 года исследовательская станция на орбите Bernard Star 3 не отвечает. Скрытая от общественности станция является одной из двух пространств, объединенной Земли, где сохранились замороженные эмбрионы генетически измененных людей. Они были скрыты более столетия, но теперь видимо кто-то об этом узнал. Нам придется разделить нашу боевую эскадру надвое и отправить их проверить что случилось. Ну а тем временем терраформирование Марса прошло отметку в 65% в июле 2170 года. На важной для всего Марса конференции собрались представители 22 марсианских колоний. Джон Хаммерлих, представитель одной из колоний, обратился к залу Хейпен Голсом. Мы стоим здесь, мало чем отличаясь от наших предков из великого старого города Филадельфия. Но не для борьбы с тиранией, а для того, чтобы принять свою свободу. Сегодня мы делаем первый шаг, составляя основополагающие декларации марсианских колоний. КОНЕЦ Август 2170 года. Межзвездный альянс поселился в умах общественности. Земля теперь часть мощного объединения с общими ценностями и интересами. Настало время объединить четыре расы в единую. Сильным лидером, способным смело идти вперед. Светлому будущему. КОНЕЦ В сентябрь 2170 года все делегаты собрались в величественном зале на земле. Миллиарды людей из каждого мира коалиции наблюдают за этим событием. День создания федерации. Премьер-министр Магдалена Риверос и союзные коллеги вступают в зал под множественные аплодисменты. Когда наступает тишина, Риверос и лидеры других планет подходят к центру зала. Они вписывают свои имена в большую книгу в центре. Сегодня исторический день произносит Риверос, обращаясь ко всем собравшимся сегодня. День, когда четыре расы Земли, Вулкана, Андории и Товар Прэм объединятся все вместе ради мира, науки и прогресса. Сегодня мы отмечаем рождение Объединенной Федерации Планет. После этих слов зал наполняется бурными аплодисментами. 27 сентября 2170 года, прибыв к исследовательской станции на орбите в Бернет-Стар-3, становится ясно, что дела на станции обстоят плохо. Множественные пробоины в корпусе, а рядом со станцией летает несколько тел. Когда отряд Мака готовится к высадке, раздался сигнал тревоги. С противоположной стороны станции вылетают корабли класса «Хищная птица» с заряженными орудиями. Начинается битва. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Основание Звездного флота. Он будет заниматься защитой, изучением и распространением интересов Федерации в Галактике. Продолжение следует... После подписания договора о создании Федерации, ряд влиятельных лидеров из Миров Основателей присоединяются к нам на службу в Звездный Бот. После прибытия к сигналу бедствия вбези Эпсион Инди-3, мы встретили потрепанное судно Дзенкетхи. Капитан корабля сказал, что рванул загрязненный нестабильным водором там 10 дейтерий. Мы отправили к ним инженерную команду. После отказавшись от награды, попрощаюсь. Группа, называемая Хранители, называет тироформирование мерзостью и всячески тормозит наш прогресс. Хоть они и немногочисленны, к ним с каждым месяцем присоединяется все больше человек. В конце концов, под давлением общественности, Сенат Марса соглашается на целый ряд нормативных актов, которые существенно ограничивают масштабы инициативы Марса. Кажется, что никто не доволен таким решением, но тироформирование Марса затягивается на годы. В феврале 2171 года произошло заседание Совета Объединенной Федерации планет. Все расы собрались на земле для проведения заседания Совета Федерации, проводимого каждые два года. На этом заседании Совет решил наладить отношения с Аурианской лигой. Также мы обменялись посольствами, мы стали гарантировать их независимость и начали переговоры о вступлении Советской лиги в Федерацию. Август 2171 года. Отсутствие магнитосферы долгое время рассматривалось как одно из наиболее значительных препятствий для долговременной колонизации Марса. Но после разработки дефлекторов и их размещения по всей планете, нам удалось достигнуть выполнения таких же функций, хотя и с большими затратами. В ноябре 2171 года обломки фото, что напал на нас в системе Barnet Star 3, сдержали ряд компьютерных ядер, относительно непострадавших. Из них мы выяснили, что группа, называющая себя ханством, что указывает на хана Ньюньего Синха, правителя великого ханства конца 20-го столетия, эта группа генетически модифицированных людей-аугментов стремилась заполучить больше эмбрионов, сохранившихся с Евгенической войны. По счастью, для нас мы уничтожили их немногочисленный флот. В феврале 2172 года мы заметили, что вход вулкана совпнулся с пиратской группой в системе Moe в Кассиопее. К ним на помощь был высван судно класса NX-01 Enterprise. Субтитры подогнал «Симон» К сожалению, когда прибыл Enterprise, было уже поздно. Одно вулканское судно было уничтожено, а три остальных отступили. Нам остается лишь избавиться от пиратов в этом секторе. Продолжение следует... Январь 2173 года неизвестный инопланетный корабль вошел в наше пространство и высадились на планете Сети-3 и попытались захватить пленных. Однако, благодаря нашей системе раннего оповещения, мы сумели развернуть войска спецназначений и помешать их действиям, раса была опознана как Цзэнтеки. На втором заседании Совета Федерации Объединенных планет было принято решение о финансировании направления физики. В августе 2173 года термформирование Марса наконец было закончено. На Марсе идет дождь. Конечно, невозможно задокументировать первую каплю, упавшую на Марсе. Но отныне каждый может свободно ходить на поверхности Марса без специального оборудования. Но население все еще остается лишь несколько миллионов. Разумеется, множество спутников следят за активной погодой. Все равно неприветливого Марса. Но сегодня на Марсе идет дождь. И это будет не в последний раз. В течение недели на поверхности Марса не было песчаной бури. Гигантские грозы теперь часто катятся по красным равнинам. Проливные дожди заливают Землю. Лада планетия стала настоящим морем. На расстоянии в миллион километров на синхронной орбите гигантские орбитальные зеркала отражают Солнце обратно к поверхности Марса, повышая его температуру. Пауль Пун с гордостью смотря на Марс с орбиты Фобоса, Марс никогда не будет настоящей Землей. Для этого он слишком мал. Слишком далек. Но у него есть своя красота. И вскоре миллионы новых колонистов оценят эту красоту. Ну что же, на этом видео заканчивается. На заднем фоне идут еще пару интересных моментов. Ну а я скажу лишь спасибо за просмотр. Следующее видео выйдет через неделю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok